Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика» в студии Татьяны Трофимова. О главных новостях в Чувашии прямо сейчас. Хорошие соседи ближе дальних родичей. В Чувашии обсудили вопросы национальной политики. На страже здоровья. Республиканский онкологический диспансер сегодня отмечает 75-летие. Скульптура и живопись. В Центре современного искусства открылась выставка Союза художников. Сегодня в Чебоксары приехал прославленный советский спортсмен, бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газаев. Сейчас он представляет партию «Справедливая Россия» в Государственной Думе и возглавляет Комитет по делам национальностей. В Доме правительства Чувашии прошла официальная встреча главы республики с Валерием Георгиевичем. В ходе встречи стороны обсудили межнациональные отношения в республике. Валерий Газаев подчеркнул, что Чувашия – уникальный регион, находящийся на стыке культур и религий. Республику можно ставить в пример другим субъектам России за высокий уровень толерантности. Потому что у нас 128 народов и национальностей проживает здесь в Чувашской республике. И самое главное, уже очень-очень много лет традиционно живем очень дружно и созидаем. И вот поэтому в целом у нас обстановка всегда такая достаточно спокойная. Вот именно с точки зрения межнациональных и межконференциональных отношений. Спасибо большое вам за ваше приглашение, ознакомиться с культурой. Мы практически прочувствовали жизнь, историю, культуру и традиции Чувашского народа. Безусловно, отмечали уникальность Чувашской республики, которая действительно находится на стыке двух культур – европейско-азиатской, на стыке двух религий – исламской и христианской. Председатель Комитета Государственной Думы России по делам национальностей Валерий Газаев принял участие в работе «Круглого стола», посвященного национальной политике в Чувашии. Мероприятие прошло в Доме дружбы народов. Мира вам, добра, счастья и крепкого здоровья. «Соседи дороже дальних родичей» – эта пословица, как никакая другая, отражает суть взаимоотношений различных национальностей, проживающих в Чувашии. Исторически так сложилось, что здесь нашли второй дом представителей 128 национальностей. Более 90% населения оценивает межнациональные отношения республики как положительные. Сегодняшний форум и формат общения может обозначить текущие успехи и наметить будущие перспективы совершенствования механизма реализации государственной национальной политики Российской Федерации на региональном уровне. Это наша с вами общая стратегическая задача на долгосрочный период сохранить и укрепить межнациональный мир и согласие, а также гармонизацию межэтнических и межрелигиозных отношений. В Чувашии проводится множество культурных мероприятий, направленных на популяризацию национальных обучаев, взаимопроникновение и взаимообогащение культур. В республике создан Совет по межнациональному и межконфессиональному взаимодействию. Успешно работает Ассоциация народов Чувашии. Национально-культурные общины активно участвуют в реализации национальной политики. Важным условием сохранения стабильности и межнациональных отношений является создание условий для социально-культурной адаптации, интеграции мигрантов, противодействия формированию замкнутых анклавов мигрантов по этническому признаку. Для решения этих задач органами исполнительной власти Чувашской республики налажена совместная работа с национальными центрами, зарегистрированными в республике и правоохранительными структурами. Большое внимание уделяется поддержке национального языка. В ближайшее время завершается работа по созданию учебников по чувашскому языку, которые войдут в единый государственный реестр. Этот учебник переводится в электронный формат, чтобы им могли пользоваться представители чувашских диаспор в регионах России. Валерий Газаев отметил, что дружба между представителями разных народов это вопрос безопасности и дальнейшего развития нашей общей родины. Екатерина Шеверова, Татьяна Молокова, Бахтияр Велеев, Республика. Установили размеры новых пособий для жителей Чувашии. 26 мая президент России подписал федеральный закон о новых пособиях для малоимущих семей и беременных женщин, о которых говорилось в апрельском послании. Нормы вступят в силу с 1 июля 2021 года. Теперь женщины, вставшие на учет в ранние сроки беременности, будут получать половину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в регионе. В Чувашии эта сумма 5207 рублей. Родители-одиночки, у которых есть дети в возрасте от 8 до 16 лет, 50% регионального прожиточного минимума для детей, то есть 4941 рубль. При их назначении соцслужбы будут оценивать нуждаемость семьи. Весенний призыв 2021 года начался с середины апреля. Из Чувашской республики на службу отправятся более тысячи ребят. Мои коллеги побывали на сборном пункте Чебоксарского военкомата и проводили группу новобранцев. Строгий режим эпид-безопасности предиктован ковидными реалиями. Сразу после прибытия ребята по одному проходят передвижную лабораторию, где проводится тестирование на ковид-19. В нынешних условиях результаты можно узнать всего за 15 минут. Родных и друзей призывников, как и в прошлом году, не пускают. Проститься на год им пришлось дома. То есть соблюдаются все меры предосторожности, чтобы вооруженные силы не занести эту новую инфекцию. Карантинные мероприятия пока у нас до конца не сняты, также не сняты, все действуют. Также идет обработка помещений, дезинфекция. В вооруженных силах есть все условия для хорошей службы, чтобы через год вернуться по взрослевшим, возмужавшим человекам. Весенний призыв 2021 года начали с середины апреля. Он продлится до 15 июля. Из Чувашской республики за весенний призывной период на службу отправятся более тысячи ребят. Эти 23 человека будут служить в войсках Росгвардии в Москве. Я думаю, что нужно служить, потому что это долг каждого гражданина России. И вообще, познаешь, взрослеешь там. Я считаю, что армия – это школа для настоящего мужчины. Служить в армии – это значит, я могу защитить свою родину, если вообще враги нападут на наше государство. То, что я могу постоять и отдать долг родине. Водитель школьного автобуса, устроивший смертельное ДТП в Маргаушском районе, признан виновным в совершении преступления. Напомним, инцидент произошел 4 сентября 2020 года около 7 часов 40 минут на автодороге Авдонкосы-Маргауши-Космодемянск. Совершая поворот налево, водитель автобуса выехал на встречную полосу, не убедившись при этом в отсутствии транспортных средств, что привело к столкновению с легковым автомобилем, в салоне которого находилось три человека. В результате 34-летний водитель легковушки и его 7-летняя дочь получили травмы, несовместимые с жизнью. 8-летний пассажир автомобиля также получил множественные травмы, причинившие тяжкий вред здоровью. Приговором суда виновному было назначено наказание в виде двух лет, шести месяцев лишения свободы, с отбыванием в колонии поселения, а также лишением права управления транспортными средствами на срок два года. Хотелось бы отметить, что за несколько дней до оглашения приговора подсудимый, управляя автомобилем марки «Соболь», вновь совершил дорожно-транспортное происшествие. А именно, около территории детского сада, в селе Маргауша, он сбил пятилетнего ребенка, которому в настоящее время оказывается медицинская помощь. Республиканский онкологический диспансер отмечает сегодня 75-летие. В 1946 году на базе первой городской больницы был создан пункт, со временем превратившийся в целый медицинский комплекс. Сегодня диспансер оказывает специализированную помощь не только жителям республики, но и других регионов. Выявляемость рака на ранней стадии заметно растет благодаря новым методам диагностики. Республиканский онкодиспансер – один из немногих в России, где освоили сцинтиграфию, радионуклидное исследование костей скелета, почек, легких, печени, щитовидной и молочных желез. В гистологической лаборатории не только устанавливают характерное образование, но и прописывают алгоритм лечения. Очень большое значение имеет персонифицированный, так называемый, подход, строгая индивидуализация лечения для каждого конкретного пациента. Персонифицированный подход в основе лечения. Тактику и стратегию для каждого пациента определяет мультидисциплинарная комиссия – онколог, радиолог, химиотерапевт. В распоряжении врачей – новейшее оборудование, передовые технологии и мастер-классы в режиме онлайна специалистов идущих клиник. Наши хирурги выполняют сотни операций в год, и каждая по-своему уникальна. Это сосуд, который отводит кровь от головного мозга. Видите, вот в этом месте небольшой дефект, опухолевой тромб, который был внутри сосуда. Мы его удалили и восстановили проходимость сосуда. Все, здесь все у нас хорошо. Несмотря на то, что сегодня онкодиспансеры занимают целый квартал в медицинском городке, вновь встал вопрос о расширении. Необходимость строительства нового шестиэтажного корпуса озвучил в своем послании глава ЧУАШИ Олег Николаев. Это позволит внедрить в работу еще более современные методы. Задумка туда внедрить и поставить, инсталлировать циклотрон с целью производства радиофармпрепаратов, чтобы нигде получать радиофармпрепараты и сразу же использовать. И, значит, ПКТ-сканер. И что самое главное, мы хотим разместить отделение второго этапа реабилитации, чего нет ни в одном онкологическом диспансере вообще Российской Федерации. Медицина, как никакая другая профессия, требует подвижничества. О жизни и смерти онкологи знают чуть больше, чем все другие люди. Это знание придает им сил, упорство и готовность бороться за каждого пациента. Не до конца, а до победы. Елена Гальперина, Николай Скворцов, Республика. В Центре современного искусства Чуварского государственного художественного музея открылась выставка «Весна-2021». Это отчетная экспозиция регионального отделения Союза художников. Традиция старая, а работы новые. Каждый год отчетную выставку стараются сделать запоминающейся. В этом году работы мастеров посвящены 800-летию святого благоверного князя Александра Невского. Чтобы сделать эту выставку, конечно же, художники прошли серьезный отбор. У нас всегда традиционно проводятся выставкомы. То есть не любая картина или скульптура или графический лист может попасть вообще на выставки Союза художников Чувашия. Далее создавалась экспозиция уже из отобранных работ. И задача экспозиции хорошая – это показать каждую работу в ее лучшем свете. И, естественно, чтобы сама экспозиция имела какой-то свой ритм, может быть, даже в какой-то степени музыкальный. На выставке соседствуют произведения опытных представителей искусства и молодых художников. От классической армянской живописи Миши Григоряна «Ностальгия о прошлом Юрия Пичугина» до новых, неординарных вариаций юных, но уже профессиональных мастеров. Выставка получилась. Она разносторонняя. Здесь разные жанры. И живопись, и графика, и скульптура, и декоративно-прикладное искусство. И она так получилась – насыщенная, яркая, содержательная. Особое место в экспозиции отведено полотном, затрагивающем тему любви к малой родине – национального единства. Работы выполнены в разных стилях и техниках. И каждый посетитель может найти то, что тронет именно его сердце. Ульяна Питакова, Татьяна Раевская, Георгий Кривошейн, Республика. Студенты и ученые из Нижегородской, Ульяновской областей, Мордовской, Киргизской республик приехали в Чувашию для обмена опытом и поиска новых методик преподавания. На базе санатория «Профилактория мечта» Чуварского государственного педагогического университета имени Ивана Яковлевича Яковлева стартовала вторая международная летняя научная школа. В поиск новых идей и научных проблем активно включились более 40 обучающихся из семи учреждений профессионального образования. В течение пяти дней, работая в команде, им предстоит подготовить и защитить научный проект. Молодежь и наука идут рядом. И сегодня именно вузы должны стать базовыми структурами для развития инновационных подходов к развитию научного потенциала. И уверен, что общение в рамках данной научной школы будет способствовать раскрытию потенциала молодых специалистов. Ежегодно в ЧГПУ имени Яковлева реализуются внутривузовские гранты, направленные на развитие студенческих инициатив. Один из них – проект Международной летней научной школы. Основная цель – это объединить молодежь, именно кто занимается наукой, вокруг общественной организации, именно Совета молодых ученых. И этот грант, конечно, Педагогический университет поддержал. И, соответственно, у нас есть возможности, условия, база, где можем мы собрать не только ЧГР, но и аспирантов, ученых из других регионов. В качестве лекторов научной школы выступают педагоги вузов и представители работодателей, руководители общеобразовательных организаций. Поэтому для участников школы это еще и отличная возможность показать результаты своего исследования, повысить компетенции, ну и, конечно, пообщаться с единомышленниками, в том числе и в неформальной обстановке. Частица нас останется, и мы с потомками придем и скажем, вот это дерево посадила я, вот это память. Нас ждет много интересных дней, мы будем писать проекты, нас научат, как это делать. За круглым столом обсудили актуальные проблемы и перспективы развития гуманитарной науки. Дебаты получились водотворными и содержательными. Обсуждали сегодня проблему тоже, что и у нас в стране, и у нас в ОЗИ. Не хватает грамотных педагогов с большой буквы. Педагог должен быть компетентным, обладать широким кругозором, а также владеть современными методиками преподавания. Именно такими и являются, по мнению экспертов, победители республиканского фестиваля «Открытая лекция», награды которым вручили во второй день работы научной школы. Наталья Мальчикова, Николай Скворцов, «Республика». Это главные новости Чувашии в пятницу 28 мая. Хороших вам выходных! Редактор субтитров А.Семкин